Прежде всего, несколько вопросов, прежде чем прийти к теме, которое было заявлено, вопрос об исследовании предприятий. Мне кажется, первое, наша задача – работать с большинством населения. И если это большинство населения ополитично, то нам более-менее приходится с этим считаться. И прежде всего, людей волнуют вопросы, какая будет за оплата, не будет ли штрафов, почему менеджеры получают в основные суммы, ничего не делают и так далее. И поэтому в центре нашего внимания, когда мы о каких-то работах, будут именно эти вопросы. Они пытаются их уже решать. Но чаще всего, на разных предприятиях, они решают их в одиночку. И обычно этих работах увольняют. И тогда возникает вопрос. Может быть, наша задача состоит в том, чтобы найти такие предприятия, где назовела какая-то критическая ситуация. Где масса уже готова стихийно выступать или уже стихийно выступает. Однако в стихийном выступлении также есть некоторые нюансы. То есть, вот люди выступили, объявили стихийную запасовку. И их обладатель, у него есть разные методы, как на это воздействовать. Он может сказать, что ваша запасовка незаконна, и суд в основном встанет на его сторону. Он может сказать, что он может даже отчисительно удалить твои стихии, а потом уволить часть работников. То есть, он может запугать работников. То есть, весь арсенал, который у него есть, юридических и агрессивных мер, будет идти против работников. И, соответственно, поэтому задача состоит в том, чтобы работники были организованы еще до момента стихийного выступления вокруг тех требований, которые они считают актуальными. И это, собственно говоря, и называется процессом органайзинга этих организаций коллективной борьбы вокруг экономических требований. или создание профсоюзной терапевтики. Тут нужно сказать, что основными критериями для успешного профсоюзного органайзинга являются исследования предприятий на самих работников, чтобы не мы за них делали работу, за работников, а чтобы работники сами добивали своих требований. И, соответственно, контрольные точки компании. Когда мы планируем компанию, мы должны ставить те цели, те задачи, которые стремимся достичь, соотносить их с целью и так далее. Какая может быть сейчас степительственная ситуация деятельности у многих разных групп. Вот у нас в СМУ была статика 6 марта, и активисты делали вылазки на это предприятие. СМУ, строительно-монтажное управление, входит, соответственно, в метрострой. Ну, дальше я подробно расскажу об этом. И... И... Эта забастовка 6 марта быстро прекратилась. Соответственно, стоит ли продолжать там... Ну, то есть, кризисной ситуации нет уже. Стоит ли продолжать там работать? Какие цели мы ставим, если будем работать? Какой мы можем... То есть, нужно ли вообще там первичка, если проблемы решены? На эти все вопросы ответят... Эти все вопросы решаются по исследованию предприятия. Собственно говоря, нужна разведка до основного боя, что происходит на том или ином предприятии. Почему там не выплативали за оплату? И методика исследований предприятия существует, в общем-то, уже довольно много. Они не так, чтобы все обописаны. Есть методика, которая проводится по обсоюзам SWAI. Это профсоюз свободников связи американский. Есть также методика Leravity и другие методики. Ну, поскольку это был большой список вопросов в этих методиках, которые представлены. Я просто расскажу 4-5 пунктов, которые нам особенно интересны. Ну, 5 основных блоков. Первый – это центр прибыли. Мы должны понять, является предприятие прибыльным, и за счет чего оно получает прибыль. Какова динамика этой прибыли? Емкость рынка. И можем ли мы воздействовать путем забастовки сократить прибыль? Или же забастовка в данном случае не поможет, потому что работодатель может перенести емкости на другое предприятие? Есть другой вариант, да? Мы можем не воздействовать на прибыль путем забастовки, а можем воздействовать на дилерские центры, сократить объем продаж. Это, например, сработало в случае с Volkswagen, когда проходили кампании пикетирования вокруг дилерских центров. Второй момент. Нам надо знать, кто управляет второй блок, кто управляет фирмой. Какие есть политические связи, алинистративные связи у этого предпринимателя. Фирма может быть формально самостоятельной, но полностью управляться другими фирмами. Управляться может не в местной яйцерике, а, например, вообще по оси. То есть разные есть варианты. На кого оказывает давление? Это нужно решить. Третий вопрос. Собственно говоря, нужно получить информацию от самих ободников. Нужно понять, в каком состав ободки силы, сколько там приезжих, какой возраст ободки, какие проблемы ободники сами для себя считают острыми и необходимыми решить. На самом деле, далеко не всегда наиболее взрывоопасной ситуацией является там, где не выпнута зарплата. Довольно распространена случая, когда зарплаты не выплативают, и люди не знают, что делать, они либо увольняются, либо ждут, и они, в принципе, не готовы что-либо делать. Ну и, например, были боевые профсоюзы, там, где зарплата довольно высокая. Там, где, ну, например, лётики, шереметьевские лётики, где они получили довольно высокую зарплату, там, вот, 100 тысяч и выше. Следующий пункт – это история борьбы, которая была на предприятии. На предприятии уже мог быть профсоюз. Там он мог быть разгромлен, он мог остаться. На предприятии могла быть неудачная профсоюзная компания. Активные люди могли вылететь и так далее. Много вопросов, связанные с этим. Параллельно, вместе с этим, нужно изучать, какую антипрофсоюзную тактику применяет автодатель. Ну, это, ну, можно получить об этом информацию. То есть, он может либо использовать охранников против активистов, не давать раздавать листовки, либо он может создать команды профсоюза, тогда борьбники не готовы что-либо делать, и они говорят, вот, у нас есть профсоюз. Это могут быть увольнения, запугивания и так далее. И пятый пункт, он... Ну, я прихожу к выводу, что он не менее важен. Необходимо понять, как мы... Есть немало предприятий, которые могут считаться перспективными, но в то же время активистам просто туда не попасть. Ну, если не устраиваться, например, да. Ну, соответственно, мы должны понять, походные и разброски, онлайн-коммуникация, если такая возможность есть, и, может быть, места, где работники собираются, там что-то пазднует. И теперь касательно, собственно говоря, питерской ситуации с СМО-11. Ну, только по этому предприятию было проведено предварительное исследование, поскольку там случилась забастовка. И что удалось узнать? Что там, во-первых, прибыль компании есть. Когда компания строит новое метро, новую станцию, она получает дотанции от бюджета. И тогда, ну, и тогда, в принципе, она процветает. Прибыль к ней приходит, и она может с этой прибыли расплативаться свободниками. Но в то же время у фирмы довольно сложное управление. СМО-11, например, считается независимой фирмой. Но в то же время, если посмотреть на ее акционеров, то, по информации, до 2014 года находили, что в основном акционерами является метрострой. Сейчас, ну, и тогда метрострой говорил, что это наша дочка, до 2014 года. Сейчас он говорит, что это независимая фирма, мы тут не прийдем. Ну, когда обнаружили с нее тут и зарплаты. Это часть ситуации. Кроме того, в принципе, метрострой воюет с городом. То есть город Смольный проверяет метрострой, проверяет дом Александровых. Ну, и в принципе, есть гипотеза, что город хочет забрать акции у Александровых. И поскольку происходит множество проверок, постольку деньги не выделяются ни в том объеме, которому запланировалось, и с большими задержками. И поэтому, в принципе, можно было прогнозировать, что невыплаты будут и дальше. Ну, и в принципе, после 6 марта мы видим, что вот работе ждали зарплату за ОПЛ. Вот, ну, поскольку такая ситуация, поскольку город все-таки деньги выделяет, то, с одной стороны, работодатель все-таки может эти деньги снова перетислить. Но все равно задержки есть, и эта ситуация хроническая, ну, пока на данный момент. За ОПЛ заплатили, сейчас 8.11, 8.15, но за май нет. Что касается самих работников, как они смотрят на эту ситуацию? Активные, ну, во-первых, там, в основном, возраст пожилой. Сорок лет выше, пятьдесят лет. Ну, думаю, пятьдесят лет – это средний возраст, много пенсионеров. Они делаются за эти области места. Там получают за оплату около пятидесяти тысяч. Когда Метеростой не ведет строительство новых станций, то те, кто остались, получают зарплату по двадцать тысяч. Но тут еще другой момент. Когда строительство прекращается, станция, то начинается увольнение работников. И поэтому нельзя сказать, что они не могут уволить. Они могут уволить людей. И в случае чего они это сделают запросто. Ну, и касательно профсоюзной истории, история борьбы, т.е. Ну, официальный профсоюз там есть, но он не королит, соответственно, не играет. Но в то же время, на самом деле, там было три статики до 6 марта. Ну, статики, в смысле, они не выходили на работу. И победила только третья статика, и тот, естественно. Ну, потому что она произошла в момент перед президентскими выборами. И после того, как статика прошла, там некоторая часть людей, небольшая группа, бастовала, ну, в принципе, не выходили на работу вплоть до последнего времени. Сейчас администрация с ними договорилась, и им выплатили все за оплату. И плюс, кроме того, были увольнения. Четырех ободников, может быть, больше, они уволили из-за статики. И, в принципе, сигнал ободники получили, что их могут легко уволить, и хотя они стихийно бастовали, но теперь все боятся, потому что боятся не просто бастовать, боятся выходить в социальные сети, с кем-то контактировать, потому что за социальные сети обододатели их штрафуют. Их могут перевести на небыльный участок. И тогда они, ну, да, за ремонт работы за ремонт метро им платят гораздо меньше, чем за строительство новых станций. Эти участки малоприбыльные. И, соответственно, стоит ли вопрос возникать на... А это проблема общая, да? Ну, то есть, мы видели, что тут замешан город, да? И что, в принципе, проблема не только СМУ-11, да? СМУ-15, СМУ-10, СМУ-13. У всех на этих предприятиях есть задержки. Вопрос возникает, стоит ли работать на этом предприятии? Если стоит, то зачем? Ну, собственно говоря, я вижу большие минусы из-за пассивности работников, но проблема у них сохраняется. Ну, а вопрос, по словам, можно обсудить и вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!